И второй у нас спикер, это представители крупнейшего и крутейшего сервиса по почту и смс-рассылка. Я не боюсь, я только так его говорю, потому что я сам, когда запрашиваю каких-то специалистов консультаций, чем пользоваться, но многие рекомендуют именно Юнисендер. И сегодня от Юнисендера выступит Татьяна Терновых. Давайте ей поаплодируем. Я не знаю, слышали ли вы о Юнисендере и пользуетесь ли рассылками. Давайте поднимем руки, кто вообще не пользуется рассылками. А почему? У кого был неудачный опыт, может быть? А можно вас спросить, что вы делали и что вам не понравилось? А именно с Юнисендером или в принципе с рассылками? Нет, с рассылками в принципе, возьмем, неважно, кто вы пользуетесь. Но главное, с вами, с которой всегда сталкивались, это непонятно вообще, что писать, как выстроить стратегию рассылки. Которое это оформление текстовое и визуальное, очень большие сложности возникают. Ну и третье, это опять-таки спам. Неправильное написание письма, я ошибаюсь, почему. То есть, возможно, эти модели. Поняла вас. Сегодня познакомлюсь с теми и сервисами внутри нашего, которые позволят закрыть ваши вопросы. Спасибо. Значит, что такое Юнисендер? Юнисендер — это сервис SMS и email маркетинга. Да, это сервис рассылок изначально, но мы идем к чему-то большему и перерастаем к платформу, которая впоследствии даст возможность в том числе делать лендинги внутри личного кабинета. Это на самом деле секрет. Я, возможно, даже не должна об этом говорить, но я скажу просто потому, что вы должны пользоваться всеми преимуществами. Давайте пройдемся о том, что мы делаем в целом, и далее я уже покажу кейсы. Как Алексей уже сказал, Юнисендер достаточно известен. Да, нами пользуется примерно половина рынка России. Это где-то 520 тысяч пользователей. Но и вся наша статистика доступна на сайте. Мы ее не скрываем и рассказываем о наших достижениях. Что можно делать с помощью нашего сервиса? Во-первых, рассылки могут делиться, и они могут быть регулярные. Это полезный контент, акционный дайджест, поздравления с праздниками, например, Новый год. Или, как любят все маркетологи, на этой неделе у нас стартует Черная пятница. Мы уже приготовились и приготовили наших клиентов, рассказывая, что писать. Далее, письма бывают автоматические. Это полезный контент в том числе. Это цепочки продающих писем. И письма, настроенные по действию. Про автоматизацию я расскажу немного позже. Там очень много информации. Но я постараюсь вкратце пройтись по ним. И также транзакционные письма. Это письма по действию. Например, в личном кабинете вы что-либо сделали, вам должно быть уведомление. Здесь я не буду подробно рассказывать. Все все понимают. Я думаю, если вопросы возникнут, то... Да. Испочек письма как рассылка Максима Лякова БДР. Там рассылка письма. Это может быть как автоматизированное письмо, так и менеджер может его делать руками. Если это контентное письмо, то это, как правило, не автоматизация, а обычная регулярная рассылка. Если это продающая цепочка, вы, например, подписались в какую-то форму, ввели свои данные, чтобы получать что-то. Это может быть настроенная продающая серия писем. И, например, внутри нашего сервиса мы тоже так делаем. Человек регистрируется, и он начинает получать цепочку писем. В ней мы рассказываем о том, что можно сделать, какие статьи почитать, как мы можем помочь человеку на начальном этапе познакомиться со всеми нашими возможностями. И это продающая цепочка писем, которая приводит к регистрации и в работе с нами. Далее мы на постоянной основе поддерживаем пользователя, рассказывая о том, что можно делать сейчас, что актуально, что мы еще придумали. Пойдемте дальше. Если не осталось вопросов. Нет, 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 Татьяна, извините, давайте вопрос в конце. Давайте, хорошо. Тогда пройдемся по всему функционалу, что можно делать с помощью Unisender. Первое – это сбор базы. Если у вас вообще нет базы, но вы хотите ее собрать, это можно делать разными способами, но в том числе и через ваш сайт. Есть внутричный кабинет форма. Форма подписки, она может быть всплывающей и может быть статичной. Вы берете ее из сервиса, интегрируете в ваш сайт, и она начинает собирать контакты. То есть введите свои данные и получите предложение. И получайте наши новости. Не забудьте о законе 153, контиденциальность передачи данных. И не забудьте поставить галочку, что вы имеете право отправлять письма тому человеку, который подписывается. Собственно, здесь, наверное, все понятно. Еще расскажу очень коротко об одной вещи, возможно, даже не запланированной, но как можно собирать контакты бесплатно, если вы в том числе работаете с рекламой в Facebook. Если у вас настроена реклама, вы можете интегрировать ее с нашим сервисом через Facebook Ads. И контакты будут падать в списке. Вы просто нажимаете, будучи в Facebook, получить. Предложение или настроенные письма падают в сервис, из сервиса уже отправляются. И контакт в нужном списке у вас уже находится, вы можете с ним работать. Далее, что вы можете делать с базой? Вы можете, естественно, переносить ее из сервиса в сервис и всячески улучшать. Например, важно сегментировать ее по полу, по городу, по каким-то действиям, чтобы, например, сервис наш платный на отправку, и вы можете систематически проверять и вычищать контакты для того, чтобы не переплачивать в соответствии с тарифом. И, например, вот когда человек говорил про спам, для того, чтобы самим не стать спамерами, нужно систематически базу вычищать. То есть тот человек, который негативно реагирует на ваше письмо, вы просто его отправляете в отдельный список, какое-то время ему ничего не шлете, а потом можете по письмам настроить и спросить, что не так, почему вы больше не хотите с нами общаться, и может быть неинтересный контент, может быть вообще неактуально. Мы сами внутри сервиса систематически спрашиваем пользователей, что не так и что им не нравится. Возможно, это просто не ваша целевая аудитория, и это тоже абсолютно нормальный процесс, тут расстраиваться не нужно, нужно просто актуализировать ваши контакты. Далее, что можно делать внутри сервиса? Мы можем с помощью HTML-версии с нуля создать письмо, если мы продвинутые верстальщики. Если вы не продвинутые верстальщики, то мы можем пользоваться шаблонами. То есть, что такое шаблоны? Внутри сервиса доступны более 100 адаптивных шаблонов, которые соответствуют разным праздникам, разным действиям и так далее. То есть, вы берете готовый шаблон и заполняете своим контентом, вставляете свои картинки и добавляете свои ссылки, меняете цвета под ваш дизайн. И также есть блочный редактор, когда вы очень просто и удобно берете, перетаскиваете части письма, которые вам нужны, и уже внутри пишете текст и вставляете нужную картинку. Я думаю, что едем дальше, но со временем все достаточно плохо. Далее, как только вы сделали письмо, вы можете его отправлять. Сразу расскажу про антиспам-политику, и не буду дальше возвращаться к этому. Отправка происходит мгновенно, но, как мы говорим, со спам, отправляется письмо частями, не по всей базе сразу, а кусочек. Например, берется 100 первых писем и отправляется. Если жалоб от пользователей не поступает, то дальше наша антиспам-служба уже пропускает ваше письмо. Если что-то не так, и вы знаете, какие проблемы могут быть, например, вы людям не писали, вы можете обратиться в нашу поддержку, и при отклонении письма они разберутся и помогут вам его отправить. И вы можете анализировать ваши результаты, смотреть количество отправленных писем, количество переходов с письма и количество отказов. Если вы хотите поэкспериментировать, есть АБТ-сты, вы можете делать одно и то же письмо с разной темой письма. Один вариант. Второй вариант. Одно и то же письмо с разной кнопкой. Письмо с картинкой и без картинки. И заострю внимание на том, что в тесте должен быть именно один пункт, который вы меняете. И если вы сделаете совершенно разные два письма, то вы не добьетесь результата и не поймете, как улучшать вашу рассылку в дальнейшем. Ну и также мы можем смотреть на географию пользователей. При регистрации мы сразу подтягиваем информацию о том, откуда человек, если он о себе эту информацию предоставил. Если нет, я вам всегда советую спрашивать. И про автоматизацию обещала рассказать немного подробнее, что это такое. Очень быстро. Значит, человек может зарегистрироваться под каким-то оффером. Например, он хочет получать ваши предложения, вашу информацию. И вы начинаете отправлять ему письма и хотите отсортировать по действию. Человек в письме может ответить, что я хочу получать только, например, контент полезный. И вы его отправляете в один список. Вы можете также сделать кнопку, что я хочу делать пожертвования, и человек переносится в отдельный список, и ему может запускаться уже новая цепочка. Этот сервис вручную можете собрать совершенно бесплатно у нас в личном кабинете. И здесь, если вы будете этим пользоваться, то платить придется только за письма. А за настройки и прочее вы все это можете делать самостоятельно. Далее, по безопасности, антиспам политики я уже рассказала. И едем дальше, переходим к самому интересному, к некоммерческим организациям, о системе лояльности. Мы в пасеке совершенно недавно, но с некоммерческими организациями работаем уже долгие годы. На данный момент в рамках программы пасеки мы предоставляем тариф 50 на 50, 50 процентов мы сами гасим внутри системы, 50 процентов оплачиваем для коммерческой организации, если хочет пользоваться не нашим сервисом. Для того, чтобы начать с нами работать, можно или связаться с Алексеем, или писать мне на почту, контакты будут в конце презентации. Далее мы уже с вами пообщаемся и начнем дружить. И далее интересные вещи, которые мы делаем с нашими клиентами. У нас есть школа email-маркетинга. Она условно бесплатная. Человек, который хочет делать рассылки, но не умеет, может воспользоваться этим предложением и получить деньги за школу обратно. Алексей не разрешает рассказать подробнее, поэтому я еду дальше. Вы можете почитать подробнее уже в самой презентации, которую вы получите, или писать мне. Если вы хотите получать информацию и разобраться в сервисе самостоятельно, то можете воспользоваться нашими удобными материалами. В базе знаний мы выложили подробные инструкции. В блогах даем советы и кейсы, а в рассудок рассказываем о том, что новенького сделали на данный момент. Извините, можно открыть? Вы останетесь до конца, до 9, да? Давайте мы тогда без вопросов ответа вам дадим максимум 15 минут, у вас много информации, полезной. А вопрос ответа тогда с 9 до 10 на нетворк. Хорошо. И если у вас вдруг возникает вопрос, если вы работаете с нами, то вы всегда можете обратиться в режиме онлайн, в службу поддержки. Это чатик в углу экрана, в который можно писать по любому вопросу и вам ответить в течение пары минут. Хотя очень многие считают, что мы очень закрыты и с нами сложная учителизация, но они ищут телефон. И начнем с самую важную часть, кейсы по некоммерческим организациям. Возможно, здесь даже есть представители. Это кейсы наших клиентов, о чем можно рассказывать в рассылках для некоммерческих организаций. Например, вы начинаете работать с партнерами и проводите акцию. Эта акция называется «Красный сентябрь». Девушки всегда систематически делают маникюр в салонах и платят эти деньги. Но можно договориться с салоном об участии в акции. Деньги за конкретный вид маникюра отправляются к некоммерческим организациям. Рассказать об этом можете вы. Рассказать об этом могут ваши партнеры, которые в этой акции участвуют. И также можно предложить тем людям, которые этим воспользовались, по хэштегу выложить информацию у себя на храничках в социальных сетях. Далее стоит всегда связываться с теми, кто болезнь победил. И если мы говорим о больных людях. И предлагать им рассказать свою историю, таким образом популяризировать то, что все излечимо и людям нужно помогать. Это рассылка. И в том числе здесь включена акция. Эту шапочку можно было получить, можно было заплатить и перечислить деньги на лечение больных людей. Далее, что можно сделать? Если вы проводите офлайн-мероприятие, вы можете с вашими участниками взаимодействовать через рассылку, просить обратную связь, советы, помощь, что угодно. Здесь, я думаю, что все понятно. Едем дальше. Если вы на связи с лидерами мнений или если вы хотите их подключить, я советую обязательно это делать, потому что можно сделать вот, например, такие акции. У Елены Захаровой был день рождения, и вместо того, чтобы принимать поздравления самостоятельно, она попросила подарить детям подарок, перечислить деньги и на их лечение. Таким образом, данная акция сбрала 13 тысяч рублей. И это только одна рассылка сработала. И важно давать опросную связь, то есть не бойтесь рассказывать о своих победах и позиционировать их как совместные победы, потому что те люди, которые вам помогают, они вместе с вами, они взаимодействуют и точно так же имеют право знать. У меня все. Большое спасибо. Какие-то люди будут сфотографировать, и если кому-то актуально работать, то связывайтесь. Коллеги, даю время только на фотографирование. Вопросов не будет все с 9 до 10, потому что... Но было очень интересно. Татьяна, большое спасибо. Да, еще что-то. Все сфоткали? Нет. Ждем. Нет, нет.